Приветствую всех присутствующих сегодня. Сегодня необычная встреча, собственно даже на самом деле не лекция, а именно встреча в полном смысле этого слова, потому что я не готовил к ней какой-то выстроенный материал, по большому счету я даже тему очень условно обозначил. И это будет импровизация. В чистом виде я бы хотел поделиться просто некоторыми взглядами своими, некоторыми идеями, и рассказать о том, что лично мне на пути помогало, рассказать о том, как я вижу какие-то основополагающие вещи в структуре того, что мы называем жизненным путем. И начать бы я хотел с такой вещи. Вы знаете, очень часто меня спрашивают, как, на что ориентироваться. Особенно начинающий, но начинающий, как вы понимаете, это человек, очень часто может быть и не молодой, просто человек, который осознал, что ему с вот этого места нужно куда-то в другую точку двигаться, и пытаются из меня всеми правдами и неправдами выпвести ориентирование. И я никогда на эти вопросы не отвечал, потому что, как вы знаете, крылатую фразу Юнга «Мой путь не ваш путь». И это, в общем-то, действительно универсальная истина, однако есть какие-то вещи, которые все-таки посоветовать можно. И чем дольше я с этим разбирался, тем в большей степени убеждался, что на самом деле любая шкала ориентиров, любой системы, будь то, там, лестница древа жизни, будь то система чакр, именно на нее больше всего похожа логика посвятительная в том же Орде Трэмпле Рентис, любая из этих систем будет подходящая. Почему? Потому что, по большому счету, система – это просто голый контейнер, который демонстрирует нам определенную взаимосвязь чего-то, прошедшего, потом следующую ступень, следующая ступень. Она ничем не наполнена, она не наполнена вашим опытом. Но здесь есть очень важный момент, который нужно держать в голове. Дело в том, что если мы будем ориентироваться на то, вот мы знаем кого-нибудь, известного человека, который прошел пути посвящения, допустим, Бог Торн. И будем пытаться находить в своей жизни такие же моменты, как в его биографии. Вот вы прочитали биографию какого-нибудь мага или известного вопроса человека. И пытаетесь найти пересекающиеся точки, и думаете, вот здесь я-то на такой ступени нахожусь, а теперь я перешел на такую-то ступень. У вас ничего не получится. И, в общем-то, с большой долей вероятности вы даже движетесь прямо в противоположном направлении. Почему? Потому что ваш путь будет наполнять эти контейнеры совершенно новым, отлично, от уже имеющихся контейнеров. И ключевая задача адепта – это то, чтобы на каждой ступени, которая обозначена в той или иной школе, просто какими-то самыми общими словами. Ну, я там, не знаю, вторая ступень, да, древо жизни, десон, допустим, с вами. Нужно, чтобы каждая из этих ступеней вас удивляла. Если она вас удивляет, если она производит на вас впечатление именно удивления, значит, вы отыграли свой путь на этой конкретной ступени. Если вы точно нашли полную схожесть того, что вы что-то отработали, как это сделал там Кроули, Барсонс или кто-то еще, вы точно идете не туда. Да, гарантированно, потому что это уже кем-то пройдено. Приведу пример немножко не по тем, но просто он меня как раз именно очень сильно впечатлил. Понятно, что когда началась вся эта заморуха с Украиной, просто первое же, на что кинулись все ученики и не ученики, только ленивый не спрашивал, что, когда, как. Я обычно не люблю заниматься геополитическими вопросами, не потому что боюсь попасть в Парасанку, а потому что я ими не занимаюсь, а это значит, что я в них не являюсь полностью компетентным человеком, а я, ты сказал, полностью некомпетентным, скорее, являюсь человеком, потому что я не политолог, у меня нет такого образования. И тем не менее я разбросал карты, посмотрел, и у меня в определенную точку выпала аккурат карта Мир. Причем шли до этого карты Минорного Аркана, и тут одна единственная карта Старшего Аркана, и она меня обнадеживает. Я сразу же сказал своим коллегам, что я не гарантирую, что вот здесь будет что-то, но очень значимая карта, прям очень значимая, тут не может ничего не случиться. Нет, подходит это событие, подходит эта точка, мне все обзывали. Ну и как, что ты не поменял свою точку зрения? Я типа, с чего бы я новый эксплата не делал, с чего бы я поменялся? И подходит эта точка, аккурат, и Азов-Стальский кейс. Мир, мир, это мирное решение огромной колоссальной проблемы. Но этот кейс меня удивил, понимаете? То есть я-то рассчитывал обнадежен для немножко других решениях ситуации. И тем не менее это точно попадание в десятку буквально. И вот это и есть нечто похожее, как мы должны проходить, допустим, систему сферологии. Вы должны попасть не в десятку того, что там у Паксонса, допустим, на этой там ступени такой-то сон был, и вам такой-то приснился. Да может вообще это не ваш сон. Но это ни о чем. Если вы попадаете в нечто точно в его ядро, которое заявлено в контейнере, вот в этом, допустим, ЕСОД, ХОТ, или там на ЦАРСФЕРО, и в то же самое время, то те события, которые с вами случаются параллельно, те синхронии, которые происходят, они вас удивляют. И у вас волосы дымом встают, и вы не можете себе просто поверить в то, что, допустим, ЕСОД может быть такой. Вот это ваш путь. А если будет сопровождение с кем-то другим, нет, не ваше путь. С учителем, с неучителем, с кем угодно, нет, нет, это все другое. Если вы просто пытаетесь повторить чью-то модель, это уже клепот в чистом виде. Это к древу жизни не имеет, в общем-то, никакого ни малейшего отношения. И вот этот момент удивления, смещения буквально с привычной для нас точки, он и может быть универсальным проверочным средством. Если с вами случается такая синхрония, которая действительно полностью смещает ваше понимание этой сферы, вот в этот момент испытали, когда вы это сверхудивление, вы действительно пережили этот опыт. Именно в этот момент вы получили эту ступень. И неважно, дал ли вам какой-то дядечка обвешанный орденами, там, масонскую фенечку какую-нибудь, или не дал. Это не имеет ни малейшего значения. Вот, то есть, здесь не нужно думать, что, если у вас будет, как убрежно, вся грудь ордена, пусть и масонских, или каких-то других, что вы хоть на грош куда-то продвинетесь. Здесь важна личная инициация, она глубоко внутренняя, и в то же самое время мы не можем самостоятельно ее запустить. То есть, вы не можете просто, понимаете, выйти на улицу и удивиться. Немножко не то, да? Конечно, есть такие люди, которые родился и удивился. Но, на самом деле, здесь речь идет об удивлении, которое в полном смысле слова обращает нас, как бы расщепляет нас. И мы видим себя уже в другом статусе. И вот такого рода удивления, его, во-первых, нельзя никак самостоятельно инициировать, его нельзя ускорить или замедлить, а во-вторых, его нельзя подделать. Этот опыт вы ни с чем не сравните. И вот каждый подобный опыт – это и есть ступень. Возможно, в вашей жизни таких опытов будет не 10, как Сферот, а 110. Это ваш личный путь. И он будет столько занимать позиций, сколько нужно. Я многократно говорил про это на лекциях по Кабале, что на самом деле у Сферот может быть нижний верхний уровень, нижний средний верхний уровень. У него могут быть отклонения вправо и влево. И так как это Сфера, это Круг, это тоже все нужно пройти. И нужно думать, что вы, допустим, попали в Сферу ЕСОД, наконец-то выбрались повыше из нашего мира 10 тысяч вещей, и следующий ваш шаг должен быть уже аккуратно к Сферу Хорту. Нет, это не так. Это может быть так, а может быть и не так. Более того, никто не говорил о том, что вы, например, не можете, допустим, в целом проработать на каком-то удивившем вас опыте Сферу ЕСОД, потом проработать Сферу ХОД, а потом уже детально прорабатывать это вообще ЕСОД. Никто не говорил, что этот опыт действительно, вот как вы смотрите с внешней стороны на здание, есть первый этаж, второй этаж, третий этаж, вы заходите в это здание, а там, предположим, с вот того подъезда, куда вы зашли, нету прохода со второго этажа на третий. Вам нужно опять спуститься на первый, обойти его, зайти в другой подъезд и подняться уже на тот этаж, который вы хотели. Об этом писал очень красиво Гом в своем куксе энциклопедии «Оккультизм». Он мне писал, говорил, записывали другие. И там есть очень красивая фраза, что да, безусловно, нужно стремиться всегда подниматься вверх, но нужно понимать, что если мы нигде не видим лестницу, ведущую вверх, и видим лестницу, ведущую вниз, и мы ничего там не были, нужно сходить и проверить. А может быть, спустившись, мы обнаружим лестницу прямиком на два-три этажа выше. И вот этот момент нужно держать в голове, потому что мне постоянно задалывают буквально вопросы, которые забрасывают вопросами относительно вот этой схемы, работает ли она для каждого. В каком-то смысле работает. Но если вы проходите вот эту ступень и переходите на ступень выше, человек спрашивает сейчас, на какой я ступени нахожусь. Но для этого нужно поработать со с нами человек, посмотреть, что вообще у него происходит на бессознательном уровне, и, в общем-то, выявить можно. Говоришь ему, всё, он радуется, потому что обычно это не мальхут всё-таки, обычно это повыше. Но обычно просто человек получает тягу к желанию говорить об этом и думать об этом, когда, в общем-то, он, ну, по крайней мере, по пути тоже, по крайней мере, уже принялся на моего путической бессмы. И человек радует, допустим, он в сфере ход находится. Потом через какое-то количество времени он приходит к тебе, говорит, хочу опять, чтобы сныпланизировать. Я смотрю, анализирую, говорю, это сфера и сотка. У него там глазки постепенно квадратные становятся. Как? У меня что, эгресс? Регресс, откат, деградирует. Ну, может, конечно, и эгресс, и откат, но я на этом ещё, на самом деле, сильно сомневаюсь. Просто на самом деле эта схема, эта схема этажей в принципе, а не схема того, как по ним положено двигаться. Не существует того маршрута универсального, который вот для всех вовесили памятку себе. Записали, да, потом открываете, читаете, смотрите, по ним будете. Нет. Как у Байтона, да, там, садись на своё место. Смотрел, написано, своё место. Ну, точно садись. Нет. Так не бывает. Вы будете подниматься и опускаться столько раз, сколько это положено именно для вас. И вы будете проживать этот опыт в той форме, которая свойственна именно вам. Почему-то. Потому что двух одинаковых людей не может чисто физически быть. То есть, если мы даже выведем при помощи генной инженерии абсолютно идентичных индивидов, абсолютно идентичных, они ничем не будут отличаться чисто физиологически. Но один из них будет вот тут находиться, а другой вот тут. Он не сможет находиться абсолютно в той же самой точке. Он будет, сюда сможет сесть либо после меня, либо рядом он сядет со мной. И вот этого минимального отличия в течение жизни человека достаточно для того, чтобы получить огромное количество инакового опыта. Потому что на самом деле разница, вот даже в смещении на полметра, даже вот таскаться рядом со мной всю жизнь будет, вот этот смещенный ракурс на видение всего того же, что вижу я, этого уже будет достаточно, чтобы породить минимальную степень отличия в мировоззрении как таковом. Да это будет как раз, мы условный пример сделали минимального вот этого шага по мировоззренческой шкале. Но даже при таких чудовищных условиях, по сути, невыполнимых с научной точки зрения, то есть сугубо мысленный эксперимент, все равно эти два человека будут немножко отличаться. Их путь с точки зрения оккульта будет различным. Иначе просто в человеке в нем грошится надо. Не может быть человека, который будет полностью проживет чужой путь. Человек может идти, ориентируясь на чужой путь, но, идя по этой дорожке, он не идет тем путем, а он идет не пойми каким путем. Потому что он, во-первых, не понимает, что такое путь. Если тот, того человека это был путь, это всегда можно вспомнить старый советский анекдот, когда ночь, две машины, одна едет за другой, ночь, туман, не видно вообще, ни сги, один ориентируется просто по задним фонарям другой машины. Едет, 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 неожиданно фонари гаснут, и он влезается в эту машину. Первый вопрос из машины сзади. Ты зачем остановился? Ответ спереди, тоже в форме вопроса. А что ты делаешь у меня в гараже? Вот эта форма, когда мы идем по чужому пути. Для того человека это был путь. А чем оно было для этого человека? И были ли эти фонари ориентированы? Ну, закончилось все башней, как вы понимаете. А кому башня отпуга? И самое страшное, что на самом деле вот этот анекдот, он глубже, чем думали его авторы. Потому что, заметьте, Арканом башни это закончилось и для того, кто шел по своему пути. Потому что на самом деле, когда происходит выхолощивание пути, ну, как вот, допустим, печатают магические биографии Парсенса, Кроули, это нужно читать, это интересно, но этим не нужно пользоваться как руководством к действию. А когда этим начинают пользоваться как руководством к действию и приходят в гараж к чужому человеку, то, естественно, срабатывает и механизм, что да идиот какой-то Кроули, куда он, блин, приперся? То есть это же не дорога, это ложный путь. Неправда здесь все написано. Где она правда написана? Ну, для него. Он прошел свой путь. Он оставил свой след, достаточно значительный след. Не скажу, что самый какой-то топовый, но, понимаете, здесь вопрос о топовости тоже спорен. Ведь у каждого свой путь. И он не должен, опять же, мериться какими-то рейтингами. У него свой путь, своя сфера влияния, своя сила, своя цепочка последовательности событий определенных. И это можно просто принимать для того, чтобы посмотреть, о, у этого человека так-то отыгрывались какие-то составляющие, ступени пути, у этого-то по-другому, у этого-то по-третьему. Но на это все не нужно ориентироваться. На это можно ориентироваться только так, если вы находите не просто сходство с путем другого человека, а если вы находите именно вот этот колоссальный, сотрясающий буквально ваше сознание, эффект удивления, что вы совершенно в другой форме, абсолютно не похожи на эту, отыгрываете нечто похожее. Вот этот момент, он всегда показателен, и он всегда работает. Это универсальный способ, абсолютно универсальный способ. Но, понимаете, универсальность этого способа как раз в том, что он не похож. Вот в чем его универсальность. Он, опять же, этот совет настолько абстрактен, да, по сути, что он действительно к чему угодно подходит, как любая абстрактная мысль. Так же, как и структура древней жизни. Она настолько абстрактна, что она действительно, да, она подходит ко всему, чему угодно. Как и чакры там индейские, гексограммы и дзинь и так далее. Кому что больше нравится. Как путь рун, допустим, тот рунаряд, последовательность рун, который вы знаете в старшем дутанке. Это вот этот определяющий момент, фундаментальный момент. Что касательно другого, о чем я хотел сегодня поговорить, я бы хотел поговорить о каких-то отдельно взятых моментах, отдельно взятых точках, которые просто лично мне на моем пути помогали. Они не будут, возможно, универсальными, но, как и только что обозначенная нами аксиома, они будут примером пути, которые не нужно ложить в основание вашего пути, а которые просто нужно посмотреть. Ну вот у кого-то было так. Можно попробовать что-то аналогичное, и если этот путь заведет вас совсем в другую сторону, то, наверное, это будет как раз правильно, и это будет хорошо. Первое, что я понял, это абсолютное доверие своему пути. Понимаете, его как раз не нужно ни с чем сравнивать. Его можно сопоставлять, это не сравнение, но его нельзя сравнивать. Тем более его нельзя сравнивать по типу лучше-хуже. Это абсолютно абсурдная идея, и это нужно отбросить сразу же. Вы не должны ориентироваться на критерии успешности, неуспешности. Успешность – это вообще, в принципе, вещь, зависящая в подавляющем большинстве от случайностей, во-первых, а во-вторых, как правило, абсолютно клипатическое. Потому что это как раз большое количество сбившихся с пути людей ломятся вот как раз в ту дверь, которая условно называется успешностью. И так как туда ломится много людей, то другие, которые стоят рядом, думают, что там что-то дают. Ну, понимаете, дверь до пути каждого человека, она очень интересна. Многие думают, что великие люди, они находят вокруг нас двери, открывают их, и теперь туда можно всем пойти. А на самом деле всё с точностью до наоборот. Вокруг нас куча дверей. На самом деле многие из этих дверей могут стать вашими, потому что путь, он не предзаданный. Путь это, он в пространстве времени формируется. Нами что ли? И, открыв, найдя на ощупь буквально эту полностью невидимую дверь, вы её не открываете, они так все открыты. Вы её как раз за собой закрываете. Когда вы через неё проходите, она закрывается. И вот закрываясь, она становится видимой. Её все начинают видеть и ломиться туда, а лифт больше не открывается. Понимаете? А люди стоят и ждут в этой очереди, что когда откроется ещё, когда там уж тот, что дадут. Это универсальный способ. Он действует и в искусстве. Почему, допустим, кто-то там нарисовал, Малевич, свой квадрат, который не чёрный и не квадрат на самом деле, ну, бог с ним. Почему Даниола 3-4 тысячи лет никто не рисовал чёрного квадрата? А вот здесь не нарисовал. Ну ладно. Тем более маслом, на самом деле, это не так просто ещё и сделать. Чтоб такой ровненький, красивый, ну, разноцветный, написать. И все ломанулись на тему «Я так тоже могу». Ну можешь, но дверь-то закрыта уже. Всё закрыто, и на ней вывеска висит. Да? Здесь был Малевич. И ты можешь это сделать, но будет хороший Малевич или плохой Малевич. Может быть, даже будет апгрейд Малевича. Он, может, получше даже будет, чем тот, который висит в Третьяковке или тот, который в Новом Эрмитаже висит. Но от этого и ситуация не поменяется. Он вошёл в дверь, и она за ним закрылась. И это уже его дверь. Поэтому вся попытка войти туда, это и есть клепотня в чистой форме. Это скорлупа, чаша, закрытие некое. И то же самое в духовной сфере, потому что искусство – это лишь экстериализованное в артефакте духовный поиск человека. Духовный поиск может быть не экстериализован, он может быть реализован в самой жизни человека как такового. То есть жизнь человека становится произведением искусства. В каком-то смысле в данном случае каждый является художником. И человек должен осознавать это, что в каждую точку своего жизненного пути у него огромное количество вариантов, кроме тех, которые уже пройдены. Вот те, которые заняты, те ориентиры, которые есть, туда точно ходить не надо. Это тот самый неживой камень, когда туда пойдешь, сюда пойдешь. А в русских сказках почему-то там обязательно что-то потеряешь. Нехорошим ничего не дают. Там только забирают одно, другое, третье. Ну вот. Правда, на самом деле, можно так пойти, чтобы что-то потерять, но что-то скверное потерять. Пойти потерять без денег, например. А в другую, там, неудачливость потеряла. Или тупость потерять, тоже полезное свойство. То есть терять тоже можно толково. Но смысл в том, что если вы доходите до неживого камня, если вы видите, какие перед вами есть некие стратегии, надо отбросить все для начала. То есть первое правило – отбросить все. И пытаться посмотреть на ситуацию с смещенной точки зрения, как-то вот так, так, так ее покрутить, чтобы предложить новой модели, как вы пойдете дальше. И на самом деле, вот именно здесь и работают отлично всякие символические системы. Ну, почему, например, отлично работают, там, карты, таро, у любого, на самом деле, для того, чтобы человеку, да и просто, карты, если он примерно знает, о чем они у него уже работают. Другое дело, что можно интерпретировать их неправильно, но карты при этом хуже работают не станут. Почему? Да потому что, если вы вытаскиваете в ситуации какую-то модель получаете, и шансы на то, что ваше видение этой ситуации совпадет с тем, какую вы вытащили карту, в общем-то, минимальны. Да, карта 78, вот, а ваше видение, оно одно. Ну, тут 1 к 78, в общем-то, это не сильно большой шанс. Но, вы вытягиваете карту, и вы начинаете благодаря этой карте видеть в ситуации другую возможность, другой ракурс. А ведь одновременно происходит все, что угодно. Одновременно происходит огромное количество вещей. Ну, тот же Хайдеггер предполагал, что вообще, в принципе, все, да, идея оле-то, идея не сокрытого. То есть, одновременно происходит все. Что-то частично открывается для нас в каждую конкретную эпоху, что-то закрыто напрочь, наглухо в каждую эпоху. Это как две планеты вращаются, да, друг с другом. То есть, вот для нас, допустим, не видна обратная сторона Луны. Но если мы отлетим, окажется, что она у нее, в общем-то, есть, никуда не пропала, она на месте. И вот эта идея, она очень глубокая, то, что одновременно происходит сразу все. Но что-то высвечивается нашей культурой в нашу эпоху, что-то высвечивается спецификой нашего личного опыта, и нам свойственно замечать вот это-то и не замечать что-то другое. Ну, сапожник видит сапоги, да, везде, художник видит краски, и так далее. И когда мы вытаскиваем карту, она позволяет нам, она дает нам шанс увидеть ситуацию немножко с другой позиции. На самом деле, это хорошо и плохо. Хорошо, потому что позволяет сместить нас с мертвой позиции. Но плохо, потому что человеку может показаться, что это и есть суть ситуации. А это просто еще один вариант. Если он вам не нравится, да не ходите туда. Не нужно туда идти. Зачем вам туда идти, если чувствуете, что это совершенно не ваше. Важно не ходить туда, куда уже ходили. А куда вы пойдете, это множественное расщепление. Расщепление вашего пути происходит каждую секунду, каждую точку вашего выбора. Выбор мы делаем, к сожалению, достаточно редко. Тут нужно признаться. Не значит, что его нельзя делать постоянно. Его можно делать часто. Но делаем это достаточно редко. Поэтому мы и без, так сказать, своей дополнительной некой интенсии часто идем на поводу общих течений. И это скорее доминантная функция. Мы всегда так делаем. И в моменты, когда мы делаем сознательный выбор, мы можем отказаться от этого общего потока, от общего течения. И поэтому не нужно им пренебрегать. Поэтому те, кто ориентируется на модели, они даже вот в эти крошечные, редкие точки, когда мы делаем свободный выбор, они и его не делают. Потому что они пытаются ориентироваться на кого-то. На их друга, знакомого. Что вот у него сработало, значит, сработает и у меня. Нет, уже не сработает. Если он говорит вам, что он ориентировался на кого-то и вот так же достиг очень многого, то чего-то он недоговаривает и, возможно, даже недопонимает сам. Это не повод туда бросаться, в эту кучу. Это вот такой момент, который тоже стоило обговорить. И из этого вытекает абсолютное доверие своему пути. Вы должны ему доверять на все 100%. Не бывает хорошего или плохого пути. Да, есть вещи, которые для вас скажутся более желательными и менее желательными. Но на самом деле, по большому счету, куда бы вас ни привел ваш путь, это ваш путь. И вы его будете проживать до каждой микроны, до каждой молекулы. И интенсивность этих переживаний будет только в том случае, подлинной, если этот путь будет не вторичен. Об этом Кроули очень красиво писал в «Аркане Луна», что на самом деле и этот аркан иллюзии, аркан ложных проекций неких, он не является злом. Он является тоже частью этого мира. И, простите, если вот у человека путь такой, вот он попал в этот аркан, может быть, он пробудет в нем месяц, может, год, а может, всю жизнь он в нем пробудет, может, он из него не выйдет, и упонит в этом волоке, но это не значит, что он лишился пути. А может, это и есть его путь. Более того, ведь, если говорить о некой общей функциональности, можно просто сейчас немножко отказаться от модели такой напыщенной духовности и взглянуть на ситуацию просто с материалистической точки зрения. Вот есть человечки, они как-то выживают и приспосабливаются к нему. И есть две успешных стратегии. Это успешная стратегия для отдельно взятого человечка и успешная стратегия для вида в целом. И это разные стратегии. Это совершенно разные стратегии. А для отдельно взятого человечка успешная стратегия приспособленчества. Идеальный приспособленец это очень успешный индивид. И на самом деле далеко не у каждого из вас получится так сделать. Даже если вы забьете на все ваши моральные принципы, у кого-то будет это получаться в сто раз лучше, чем у вас. Если вы будете там какому-нибудь большому боссу лить в уши сладенькую водичку, поверьте, это льют очень многие и не у всех это успешно получается. Но поэтому быть приспособленцем это тоже сложно. И для кого-то это его путь. У него это реально круто получается. И для отдельно взятого индивида это хороший пример. Это хороший пример того, насколько успешным, адаптивным может быть отдельный человек. Но если бы все пошли по этому пути, чем бы это закончилось? Закончилось бы так же примерно, как с динозаврами. То есть они бы все вымерли. Малейшее изменение окружающей ситуации, малейшее изменение условий и все. Этот человек уже на самом деле ни к чему приспособиться не сможет, потому что приспособленчество это одна тактика. Совершенно определенная тактика, которая на макро-уровне социальном, она ничего не видит. Она видит точно. На тех процессах, которые на макро-уровне не замечает. Есть другая тактика. Тактика, пригодная для вида в целом, но абсолютно непригодная для отдельно взятого индивида. Это инновационная модель. Когда человек просто буквально ломится в какую-то новую дверь, он не знает, что там, ну шагнул туда, в пропасть упал. Полезно? Полезно. Для него нет. А для общества полезно. Посмотреть туда лезть не надо. Он шагнул в пропасть и не упал. Чудеса-то. Все смотрят, да? И они пойдут за ним. Для них это не их путь, но с точки зрения обыденной модели поведения человека и с точки зрения духовного пути у многих из них получится. И мы получили дополнительную возможную стратегию в случае на черный ход. Если здесь не получится, то туда можно пойти. И эти модели постоянно нарабатываются. Понятно, что идеального новатора, как и идеального приспособленца вы в жизни не встретите. Который был один во всем приспособленец, да? А другой во всем новатор. Но это два полюса, между которыми держатся все отдельно взятые индивидуи. Поэтому, понимаете, с точки зрения целом пути человека, каждый путь уникален. И он уникален на определенный процент для этого человека, прожили ли вы свою жизнь успешно, с точки зрения, ну, представления успешности. Но с точки зрения эволюции в целом, эволюции нашего вида, любой путь ценен. Потому что вы не сможете точно повторить пить идеального приспособленца. Это один путь. Следующий путь уже другую модель. И вот по мере различия, да, в процентном соотношении вот этих новаций приспособленчества, вы будете прокладывать на самом деле все равно свою дорожку, которая важна как одна из моделей для успешного существования, адаптации нашего вида в целом. Вот вам модель вполне так себе научная, вовсе не оккультная. И путь – это наше духовное ощущение вот этого вполне так себе физиологического и социального, если угодно, и того, и другого, на самом деле, процесса. Вот. Почему физиологического? Потому что он фиксируется на гердомбарке, в любом случае, да, поэтому в том числе и физиологическим. Вот это, наверное, что нужно себе представлять. Поэтому не нужно… Вот человек дожил, как это кризис среднего возраста, любят с этим работать юнгианцы, да и не только они. Вот дожил человек до своего там сорокета, или там до кого-то, во сколько начинается, у кого-то и пораньше, у кого-то по-пофе. И вот ему кажется сравнивать, тут у него у соседа есть Порше, да, стоит под оконами, красивые пылицы там. А у него нет, у него какой-то задрипанный, старый поюзанный Volkswagen стоит там вообще. Ну, во-первых, может быть неплохо, что в принципе что-то стоит под оконами, что есть окна, уже неплохо. Но это некорректный подход, понимаете? Это совершенно некорректный подход к оцениванию себя. Не нужно впадать и в возвеличивание себя, что вы там какие-то великие свершения для человечества делаете, но тем не менее, даже если вы полностью угробите свой путь, полностью скатитесь в хлепотню, пойдете по вторичной дороге, ваш на самом деле путь вполне так себе для социума окажется пригодным. Ну вот мы смотрим, выходим на какую-нибудь площадь в Москве, лучше на площадь трех вокзалов. Там очень много личностей, не имеющих определенного места жительства. На самом деле они имеют вполне так определенное место жительства, но там нельзя зарегистрироваться. И казалось бы, вот эти люди, они приносят пользу социуму? Конечно, приносят. Вот идет человек, идет человек, думает взять ему чутушку или не взять. А тут рядом, простите за термин, плюет бомж. И вот как-то тошно стало, думает, может, не брать сегодня. Вот. Или другой человек идет, думает, что у него все плохо. Вышел, да, он рядом офис РЖД, вышел, думает, столько проработал, его не повышают. Вот как был там в каком-то среднем звене, так и есть. Думает, может, туда виться. А тут смотрят бомжи, валяющиеся на асфальте кусок яблока делят. Я думаю, так я успешный человек. В принципе. У меня все хорошо в жизни. То есть, на самом деле, вот эта идея успешности и неуспешности, она очень-очень двояко работает. Обоюдоострый нож. Человек, который там всю жизнь занимался благотворительностью, привнес чего-то очень многого на пользу социуму, на самом деле не привнес больше, чем привнес тот же самый бомж на Ярославском базаре. Потому что он же повышает планку, а это значит, остальные люди, которые тоже вкалывали на благотворительность, они уже второй сорт, они не дотянули, у них что-то нехорошо, не заладилось. То есть, любая вот эта шкала, которая заставляет сравнивать путь одного человека с другим, она, в принципе, заведомо неверная. Я понимаю, что мы от нее никогда не откажемся, потому что есть вещи, которые на уровне обыденного сознания, они вот устоялись, и они такие. Как мы сколько угодно можем понимать, что там, не знаю, в какой-нибудь мелодии, песне не заложена эмоция, это как бы абсолютно очевидно, что в звуке эмоции ровно дой. Потому что эмоция – это то, что испытывает субъект, а в объекте ее быть не может. Ну, и тем не менее, мы все равно будем воспроизводить этот паттерн, воспроизводить эту модель, и будем говорить, что вот эта там ностальгическая песня, да, а вот эта вот картина, она там радостная, но в масках масляной краски, да, там с пигментом нософлоровом масле эмоции, ровно ноль. Ее там не может быть. Никакой. Так же, как и в объектах, которые мы здесь видим, будь то это закат, восход, пальмы или автозакт. И вот это нужно учитывать. То есть в нас очень много прошито идей, которые ложные, мы понимаем, что они ложные, но мы от них отказаться не сможем. А это значит, что нужно постоянно поддерживать достаточно высокий тонус мысли и понимать, постоянно схватывать себя на мысли, что не нужно проверять свой путь ни монетарным уровнем, ни уровнем влияния, ни влияния, ни уровнем вашей самооценки, которая на самом деле зависима не только от реальных условий, да, но и от даже биохимии вашей зависимой. Вот сегодня вам кажется, что вы что-то плохо делаете, а завтра вы будете от этого уже в эйфории. Может быть, этот период затянется на месяц, когда вам будет казаться, что все плохо. А может, на год. Но потом может все поменяться, и это же самое будет вами уже, в смысле, на совсем другом русле. И это не будут черные очки или розовые очки. Это просто, в принципе, неправильное видение, потому что вместо того, чтобы проживать свою жизнь, вы пытаетесь ее отцепить. И несмотря на то, что это входит, казалось бы, в конфликт с тем, что я вначале говорил, что бывает она в наступе и другая, на самом деле это ни разу в этот конфликт не входит. Потому что вот эта лестница, по которой мы идем, это очень важный психологический инструмент просто для внутреннего некого членника. Должны быть межевые вехи на нашем пути. Это важно и для просто оперативной памяти. Не как вот здесь оперативная память, да? А память, которой можно оперировать. Потому что если вы будете просто представлять свою жизнь неким свободным потоком, но, скорее всего, вы ничего оттуда не вспомните. Вам нужны там межевые вехи некие. И вот эти ступени на пути, они, на самом деле, действительно выполняют функцию этих межевых вех. Это важно, это полезно и это работает. Ну, приведу в качестве примера одну ритуальную практику, которая мне, на самом деле, очень в одно время помогла, очень много помогла просто понять относительно мира, как такового. Это ритуал Либереш, книга Реш, ритуал Солнца. Очень простенький. Речь идет просто о том, что вы делите сутки на по шесть часов. В шесть утра поворачивается человек на восток, читает коротенький фрагмент текста, приветствует Солнце на восходе. Вне зависимости, видно его, не видно. Ну, можно чуть-чуть смещать. Понятно, что зимой лучше все-таки смещать в сторону, когда оно хотя бы видимость, там, хоть Венеру видно, что сейчас возойдет Солнце. Но все равно смысл того, что примерно на равные интервалы вы делите сутки. Потом в полдень на юг, где апогеи Солнца, вечером, соответственно, в шесть часов вечера на запад и в полночь или перед отходом ко сну на север, когда Солнце не верит. И что мне это дало? Мне это дало осознание, насколько важно делить вот это недели. Понятно, что каждый день мы делим за счет засыпания. Это автоматически, это заложено в нас физиологически. А на самом деле, зачем нужен сон, до сих пор ученые ответить толком не могут. Но вот это членение, оно позволяет нам некие межевые вехи делать. Что вы помните, что в этот-то день вы что-то сделали, в этот-то день вы это сделали. Если бы вы вообще не спали, с большой долей вероятностью, вы бы начали мыслить уже месяцами, если бы не будет. Вот в этот год я что-то это-то сделал, и жизнь человека, в общем-то, превратилась бы в некое подобие жизни о нем, который живет там день или два. Ну, там всегда вечная, да, она делится. Но человечки тоже бы тогда один на другого были бы похожи, как близнецы брать. И вот такое сознательное рассечение суток, оно дает в итоге не сразу к этому привыкнуться и кориться нужно. Привыкание происходит когда? Ну, примерно через месяц. Примерно. Плюс-минус для всех по-разному, но примерно через месяц. Если каждый день вот такое делать, аккурат, месяц, человек начинает осознавать, что вот отрезок за 6 часов, и за этот отрезок что-то нужно сделать. Не просто то, что вот мы сейчас с вами общаемся, не просто то, что вы пришли на работу, ушли с работы. Что-то сделать, что маркирует этот отрезок вашей жизни как особенный. И этого уже достаточно. Такую же функцию, но на макро-уровне, выполняют ступени пути. Да, для новичка кажется, что заманчивым взобраться по этой лестнице, да и псиссимуса порадоваться, потереть ручки. Вот я здесь, вот, здорово, замечательно. Но на самом деле это не так. Эта лестница так не работает. Это очень важные некие неживые дырки, которые мы лично для себя отмечаем. Вот в этот-то период жизни для меня было реализовано некое такое значимое событие. В этот-то такое. Да, оно может быть похоже на другое из жизни другого человека. Я уже говорил, древо жизни пуниверсальной дырки. Он настолько абстрактен, что его действительно можно применить к чему угодно. Абсолютно это работает. Вот сегодня я целых два с лишним часа это применял к композиции, обучая студентов, как учить их писать музыку на примере древа жизни. И к этому это тоже отлично подходит. Потому что это подходит к чему угодно. Но это не нужно из этого делать выводы, что эти ступени обладают некой субстанциональностью. Что действительно существует некое место под названием лесот, когда мы вот туда пришли, увидели то-то и то-то. Существуют некие, конечно же, силовые поля, силовые поля на социокультурном уровне, группировки, определенные доминанты. Да, мы понимаем, что такое, допустим, сфера Луны. С образами соответствующие, с соответствующей динамикой. В каждую эпоху она будет чуть-чуть меняться, но она будет сохраняться. Это понятно. Но это, опять же, не субстанциональность. Это просто некий сгусток на уровне культурного хода. Не более того. Вы можете приобщиться к нему раньше, чем к сфере ход. Можете позже. Можете потом после сферы ход еще несколько раз туда вернуться. Это безусловно. Другое дело, что вот верхние сферы, они просто даже, наверное, в силу специфики нашего мышления, нам сразу не дарятся. Просто понимаете, вы сами, как здравомыслящий человек, должны полагать, понимать, что пока вы действительно не проработали предшествующие ступени, но на какую-то верхнюю ступень претендовать у вас справа нет. И вы это сами будете понимать. Если вы не знаете, что такое столкновение с археологическим врагом, то заявлять на то, что вы находитесь на ступени беда, просто потому что прочитали платоны, и знаете, что такое идея, да, в идеалистическом смысле этого слова, ну, это неправомычно. Вы прочитали платоны на уровне сферы ход. На уровне интеллекта, практического сознания. Вот вы прочли и перевели. Но когда человек действительно чувствует, что лично в его пути, лично на его шкуре, он уже полностью выстрадал. Ниже лежащий сферот, сферот ниже бездны. Следующий радикальный разрыв, как правило, в нашей биографии все-таки разрывы, они должны идти по нарастающим, то есть смещения, он будет им прочитан как пересечение бездны. И это будет правильно. Это будет правильно. Но здесь, опять же, нужно быть просто честными с собой. Действительно, вы считаете, что предшествующий сферот вами в полном объеме полноты. Если вы испытываете это ощущение полноты, то да, следующий разрыв, это не пересечение бездны. Если вы не испытываете это ощущение полноты, то вы можете бесконечно по ним передвигаться по нижней лежащим сферот, там, на эпохе первых поколений золотой зари в принципе считалось, что человек там до сферы тифори только дойти может. То есть сфера гура – это смерть человека, а сфера хесет считалась развоплощенной учителем. Все, что выше бездны, считалось вообще непостижимым. То есть мы можем домыслить, что там, но занять эту степень в принципе невозможно. И при этом вполне так себе за здорово живешь, степень бина – это мастер-хай. И вот эти две идеи абсолютно сосуществовали, никого не напрягало, но просто человек повесил в себе звездочку, что он как бы здесь главный, он занимает эту позицию не потому, что он достиг этого опыта, а потому что у него больше оснований на то, чтобы повесить этот шильдик, чем у остальных. Вот и все. И вот этот момент тоже нужно отдавать себе отчет в нем, то что даже если вы почувствуете нечто трансцендентное, если действительно для вас пересечение бездны откроет какие-то сверхновые грани, сверхновые способности, для меня это было чем-то исключительным, это опыт, который невозможно верифицировать в каких-то определенных словах, его невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, его невозможно даже высказать. И тем не менее за ним последовал целый ряд внешних или внутренних, не знаю, как точнее сказать, событий, которые для меня являются свидетелем того, что этот опыт состоялся. То есть я начал рисовать, что для меня абсолютно невозможно до этого было, то есть я просто, ну, в лучшем случае, там мог человечка вот нарисовать, как дети рисуют, да, черточки, палочки, вот. И нигде не обучаясь этому, тем не менее я сам стал писать, сам рисовать свои карты, сейчас я в принципе себе уже студию такую оборудовал, мальберты, краски, маслом пишу. Опять же, я не буду оценивать хорошо это или плохо, у меня просто такой потребности никогда не было. А теперь такая потребность и есть. И это для меня уже достаточно знать, что появляются некие новые запросы, новые требования, новые формы выражения меня как каталога. Что еще важно понимать? Важно, наверное, уметь следить за своими снами. Для меня это была всегда одна из ключевых лакмусовых бумажек. И по-прежнему, когда люди обращаются ко мне с просьбой помочь им, разобраться в себе, ключевой способ анализ сновидений. Ключевой способ анализ сновидений. Вообще, в принципе, не бывает неправильных сновидений. То есть сон не может вам послать какую-то ложную мысль. Вы можете его неправильно прочесть. То есть неправильно прочесть сон, собственно, подавляющее большинство наших интерпретаций снов, неверно. И для меня сны были всегда загадочные, они для меня были интересны даже тогда, когда я не занимался никакой герметической практикой. Я очень хорошо запоминал яркие сны, и когда я начал записывать впервые свои сны, когда я начал ввести дневник сновидений, я, наверное, там страниц 100 исписал сначала снами где-то лет от 3 до лет 15-16. То есть я помнил знаковые сны, я помнил их очень подробно, и я мог их воспроизвести. И вот этот опыт, вообще, реально, начинающему человеку, тому, кто начинает обращаться к своим снам, я бы посоветовал вообще их не интерпретировать. Важен контакт со сновидением, важно взаимодействовать со сном, а не сказать, вот здесь анимус, вот здесь тень, вот тут строгий отец, тут кастрирующая мать и так далее. То есть вот так, как диплом, это ни один толковый не работает. Так работает кто-нибудь, купивший себе диплом, известно где, да, и считающий себя психологом, потому что он прочитал пару журналов, может быть, одну книжку. Так никто не работает. Те вещи, о которых описывал Юр, почитайте, посмотрите его толкование сновидений на семинарах. Заметьте, семинар это для профессионалов, профессионалов, то есть там он иногда все-таки указывает, что, что значит. Но это супер вторично даже для него было. Он пытается раз вытащить из этого сновидения через привлечение дополнительных амплификаций максимум четкости. Вот у вас есть снимок, фотоснимок, вам не видно, что там изображено. Вы приходите к профессионалу, и он начинает пытаться добавлять туда пиксели, чтобы создалась иллюзия четкости, и вы-то наконец-то попытались определить, а что за объект перед вами. Вот чем, собственно, занимался Юнг. Они так, что вы к нему пришли, рассказали сон, он говорит, ну, а у тебя проблемы со соном. Да вот я вот вижу, вот тут просто карты так лежат. Да, здесь дальняя дорога, а здесь злотия. Нет, это немножко не по адресу, по адресу, по типу, как на рынке, гадаю на карта. И человек должен научиться сначала контактировать со снами, во-первых, чтобы эти сны не отпугнуть. Если вы во свои сны начнете активно лезть, вмешиваться, с большой долей вероятности, на какое-то количество времени вы либо вовсе перестанете видеть эти сны, либо начнете видеть сны мусорные. Мусорные сны – это осколки того, что вы прожили за этот день, что-то посмотрели, почитали, там к вам сосед пришел, пожаловался, что у вас там кондиционер капает, спать мешает, или начальник позвонил, сказал, что нужно там что-то сделать, и вы во сне это делаете, вместо того, чтобы делать мину. Это мусорные сны. Знаете, сны – что-то, значит, при желании их раскрутить тоже нужно. Когда у меня приходят пообщаться о снах, я говорю, что это тоже нужно выкладывать. Выкладывайте все, все, что хотите. Потому что там тоже что-то может цельно оказаться. Но по большому счету это мусорные сны. А большие сны могут пропасть. Но если человек просто работает со снами, вот он их начал записывать, или начал запоминать и просто пытаться воскресить все детали сна, то снов, как правило, становится больше. И с этими снами можно работать. Не спешите переходить к интерпретации. Я прежде, чем на самом деле начал интерпретировать свои сны, я их написал страниц 500 в городе. Много снах написал. А если учесть, что я их писал не как диссертацию, не 14-м кемле, созданного инфектора, а помельче, то в общем-то текста там было приличное количество. А интерпретировать я их стал, знаете, когда? Когда я решил книжку по снах написать. То есть когда, в общем-то, год-два назад. Вот тогда я их перечитал. Перечитал. Ну вот, я до этого перечитывал, но про гнев. А вот тут я перечитал это все, и у меня сложилось. И у меня сложилось это все в какую-то целостную модель. Я оттуда повыкидывал что-то совсем личное. Я повыкидывал оттуда что-то полумусорное или повторяющееся. Допустим, снится человеку в тех или иных вариантах повторяющийся сон. Ну, в книжку-то зачем это? Правильно. Я напишу, что некие вариации вот такого-то сна. И один раз его приведут. Этого более чем достаточно. Поэтому книжка, конечно, будет намного тоньше, чем тот исходный материал, который у меня был. Плюс книжку мне пришлось, естественно, наращивать. Многие говорят, это значит, там придумываешь. Ну, можно. И так сказать. Допустим, я знаю каких-то людей. Вы их не знаете. Я знаю этих людей не просто как они там, кем работают или как живут. Я их знаю изнутри. Это мои знакомые или родственники. Я никак не смогу вам на целую даже книжку рассказать про этого человека. Я знаю в нем больше. А это значит, что мне нужно из архетипических образов создать похожую ситуацию, в которую публика погрузится сразу же и поймет диспозицию сил. А вот туда уже погружается сон. Сон без изменений естественно. Поэтому, конечно, мне пришлось серьезно поработать книжкой по снам, чтобы сделать ее доступной для большинства. И что я в ней увидел? Я в ней увидел, что, в общем-то, сны меня и созевают прежде всего. Я увидел, как в снах постепенно формировалась вот эта самая лестница древа жизни. Но, надо сказать, что я вот вам сегодня, несмотря на то, что под запись работаю, тем не менее себя спалю. Спалю себя. Мне сны не снились только в том порядке, в котором расположена древа жизни. Мне сны снились и по-другому. и уровне они преимущественны. А в книжку я, естественно, чтобы не путать людей, разместил только те сны, которые соответствовали вот этой логике сферот, чтобы сделать по сути анти-маятник Фукоэка. У маятника Фукоэка это материализация, идея, которая таки его и добила в конце. А здесь, напротив, путь от Мальхуд к потенциальности КТР. Не скажу КТР, но к потенциальности КТР. Путь восхождения, из которого я убрал все лишнее. Из которого я убрал те сны, которые скакали по принципу перемещения, которые Кеннет Градт называл принцип лягушки. Сюда прыгнул, туда прыгнул и оставил только лестницу. Не значит, что ее не было. Я ее не фальсифицировал, лею не подделывал. Но были и другие сны, которые точечно решали свои задачи, которые точечно решали моменты важные лично для меня. И нужно понимать, что в вашей жизни тоже будет так же. Книжка заканчивается на степени Хакма. Книжка заканчивается вопрошанием что дальше, вопрошанием в сторону КТ, но это не значит, что после того, как я записал эту книгу, а дело было на самом деле очень давно, собственно, текст весь я дописал, наверное, года два назад, просто потом я его перерабатывал, расширял, проверял. Но я сознательно решил не писать дальше, потому что, достигнув этой степени, которую я по-прежнему в Сильме приписываю и от этого отказываться не собираюсь. Во-первых, никакого опыта сверх прорывного вперед не было, чтобы я мог сказать, что я шагну еще дальше, но было очень много проработки опытов предшествующих сферах. И я не считаю, что это были пути назад, что это была какая-то деградация. Нет, все, что было достигнуто на уровне хасет, на уровне, простите, хакма, оно сохраняется, оно никуда не делается, но дополняется и опытом буры, и опытом теоретическим, и опытом нацар. Дополняется на новом уровне, понимаете, когда вы шагнули на некую ступень, с каждой новой ступеньки вам видно все совсем по-другому. Ну, приедете куда-нибудь хотя бы у нас же в России. А роза как будто ходит трамвайчик вверх, фуникулёрчик в гору. Вот вы находитесь в своём отеле, у вас один, вы проехали на следующей смотровой, у вас совершенно другой битвы, заметите совершенно другие закономерности в этом городке. Проехали ещё выше совсем по-другому. Так и вот, смотрите, казалось бы, мы просто движемся вверх, но нет, мы проработали сначала наше восприятие этого городка на одном уровне, поднялись выше, мы не просто увидели, ух ты, у нас теперь новый опыт. Помимо опыта этого, мы снова можем на новом уровне проработать веще вышележащийся. Уже с взгляда выше лежащей позиции. И так постоянно каждый новый шаг вверх, это не просто шаг вверх, как некая привилегия, некая возможность, но это ряд возможностей для проработки предшествующего опыта, для его переосмысления. Приду в качестве примера то, как мы воспринимаем в принципе на самом деле всё, что угодно, но наиболее это наглядно на чисто инструментальной музыке, потому что она лишена слова, она лишена нарратива, и там вот такая форма нашего восприятия временного потока, она просто наиболее показательная. Как вы воспринимаете музыку, вы слушаете музыку? Может человеку наивному показаться, что просто от начала к концу, но это совершенно не так же. Тогда вы, если в музыке произошло какое-то повторение, вы бы его никак не становли воспринимаете. Вы воспринимаете на самом деле как расширяющуюся петлю. И поэтому бывает музыка лучше структурированная, хуже структурированная, поэтому музыканты учат формы различные, формы построения музыкального материала, потому что если вот эта петля где-то разрывается, то всё, что написал до этого автор, он написал зазря, потому что публика с этого момента уже не может это запомнить, и соответственно всю эту игру в бисер, которую он дальше реализует, она уже не считывается. Если эта петля просто болталась на одном месте, отъезд только началась и уже закончилась, соответственно тоже никакой интриги не сложилось, напряжение публика публика не почувствовала. Не автор должен работать между этой силой и харибной, выстраивая свою форму, а вы её будете воспринимать вот так, как разматывающуюся, вот такой растягивающуюся петлю, помня предшествующий опыт, и момент кульминации будет моментом переосмысления вашего предшествующего опыта, как в детективе или в каком-то фильме, где есть слом сюжета, когда вы-то думали, что оно так, оно неожиданно стало совсем другим. Вот именно этот момент, собственно, инструментальная музыка затем и нужна, чтобы отрабатывать вот эту форму нашего восприятия, мы так воспринимаем все временем на самом деле, просто в других и из них это менее заметно. Так вот именно вот эта штука показательна для ступеней нашего духовного пути. Каждый раз, когда мы переходим на новую ступень, вот эта штука, она размахивается, наш опыт, и весь предшествующий наш опыт, который мы уже получили, обретает совершенно новую красоту. Он уже может нами, как кульминация в музыкальном сочинении, здесь же происходит некая кульминация, и мы переосмысляем, так все это было по-другому. Вот это было для этого, это было для этого. Нам кажется, в таких случаях нам всегда кажется, это тоже, кстати, очень момент, отлично помогающий сориентироваться, что вы на верном пути, что вы действительно свой путь не просто проживаете, но чувствуете, что вы не проживаете. Когда вам кажется, что до этого были какие-то хаотичные события, вы то-то делали, это делали, это делали, и неожиданно они у вас срастаются в цепи. Вот это все было для того, чтобы это произошло. Скорее всего, у вас жизнь нормальная. И все это было не для того, чтобы это произошло, а то, что вот это произошло, оно тоже для чего-то последующего. И не для того, для чего вы сейчас думаете, когда оно вас удивило. Я уже говорил, потому что вы не один раз будете в жизни удивляться, движение по пути это частное удивление, при каждом переходе ступени в ступень. Когда вы перейдете на следующую ступень, вы поймете, что и то удивление, которое вас шокировало, оно тоже не туда было. Я помню свою встречу с САХ первую. Понимаете, для любого практика это событие мозговыносное, это событие на грани того, что ты просто перестаешь вообще осознавать, что реально, а что нереально. Потому что речь идет о том, что ты видишь буквально как вот человека того, чего быть не может. Ни по каким законам физики, ну разве что на галлюцинацию можно списать, на остальное списать не удастся. Но учитывая то, что это галлюцинация, тебе выдает информацию, которую можно проверить по книгам, которую ты вообще никак не знал. Это ну просто ломает все, да, представления реальности в ноль стираются. И, конечно, когда это было видение САХ, когда я впервые с ним контактировал, мне казалось, вот, вот теперь-то оно все срослось, вот теперь-то понятно, зачем все было во имя этого. И потом, когда я пересекаю бездну, оказывается, что ты и САХ-то это просто оболочка была, это вообще зеркало кривое было. И то имя, которое он мне дал, которое я на самом деле тут же проверил, от кого слова ты не знал никогда. В общем, ты слово, такое слово скажешь, и никто не знает это слово. вот, оно там на очень экзотическом языке, но оно имеет определенную, очень важное отношение к месту моего рождения. Древние народы, которые жили на том месте, где я родился, вот, естественно, там, где я родился, говорили на русском языке уже много сотен лет, и того слова никто не знал. Но вот древние народы, которые там жили на побережьях до того, как его заселили русские, вот они знают такое слово. И, конечно, для меня это было просто подтверждением того, что вот оно, именно привязка ко мне, к точке моего рождения. А потом оказалось, что это слово просто криво было мной понято. Это слово относится к совсем другому уровню. Нет, оно было мной криво понято не в том смысле, что я чего-то недослышал, а в том смысле, что на уровне тиферии своя правда, а на уровне пересечения бездны на уровне вина правда своя. И там просто снятие масок. Оказывается, что сах это всего лишь маска. Маска совсем другой силы, которая стоит за ним, и просто эта сила, она, понимаете, когда ты испытал опыт сах, когда потом ты к нему подпривык, для тебя, как нечто уже собой разумеющееся, ты можешь выйти на уровень бездны, на уровень пересечения бездны. А если человеку сразу же его вывести на уровень пересечения бездны, он ничего не увидит. Он не испугается. Многие говорят, что он испугается и там уйдет в какую-нибудь мировую религию. да скорее всего ничего не увидит. Ведь он не увидит ничего. Потому что на самом деле этот опыт более того, как говорили мудрые каббалисты, КТР прибывает в Мальхут, а Мальхут прибывает в КТР. Ну иным образом. Да вот здесь есть и опыт КТР. Но его даже я не вижу, понимаете, в упор свой опыт кетерический не вижу, потому что я до него не дорос. Я не могу его увидеть, как не могу, как художник, закончивший там Суриковскую академию, да, не может увидеть пока что, допустим, свою дорогу. Вот он Малевича может увидеть, да, Ансель Макифера может, он даже новых авторов знает, а свою не может пока, хотя она есть. Там много есть вариантов его своей собственной дороги. И именно вот этот момент, он, конечно, впечатляет. То есть каждый раз, когда вы переходите на следующую ступень, вам кажется, что все предсосшествующее собирается в цепочку. И когда, конечно, я писал книгу, я же ее писал, уже начал ее писать на степени бина, потом неожиданно у меня был опыт хакма, конечно, я эту книгу выстроил как цепочку. Но когда я ее читал, понимаете, у меня в каждой главе в итоге получилось, что каждая глава приходит к некому откровению и вот тут-то все складывается. А следующая глава как бы опять все рассыпается на запчасти и складывается уже во что-то другое. И там даже куча одинаковой риторики на эту тему было. Я ее частично порезал, а частично не стал. Потому что книга не художественная. я решил сохранить эту идею, чтобы читатель действительно понял, что в каждой главе по сути будет одно и то же. Каждый раз постепенно сборка, 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 вот оно сложилось, вот оно откровение. Хопа, опять ничего нет. И мы постепенно начинаем собирать уже на другом уровне слово некие пазли. но на самом деле, когда мы чувствуем вот эту цепь, когда все события складываются в некую закономерность, это опыт просто колоссальный. Это опыт очень мало с чем сопоставимый, потому что, понимаете, даже чисто физиологически. У нас же мышление, восприятие наше, оно кластерное. Восприятие у нас кластерного типа. Если кластер, то есть осцилляция в коре головного мозга нейронов не достигает определенного уровня, мы это вообще не воспринимаем. Да, порог нулюбимый, не достигнут порога. Есть и слабенькая, ну, есть, нет, забыли через полчаса, а может и раньше. Но, чтобы мы запомнили, должна просто быть молния, вспышка этих нейронов. Поэтому психологи начинают работать рядом ассоциативно. Почему? Потому что они пытаются навешать на что-то важное, на то, с чем работает ваше бессознательное, то, что оно пытается до вас навести, больше элементов, чтобы вы наконец-то это увидели. На самом деле, даже не увидели, не поняли. Понять это неправильное слово вообще очень низкого уха. Испытать опыт, который вас выведет на другое уровень. Ну, что такое, я только что прочел лекцию на эту тему, вот на этой межпланетарной, межконтинентальной конференции на очередном конгрессе ОППЛ, Общепрофессиональной психиатрической лиги, в реги. Я выложил вот ту же видюшку, ищущую, что называется Доробряще, она в свободном доступе валяется. Я как раз объяснял, как работает красота. Красота это процесс. Процесс, в котором мы пораженные определенными вещами, по большому счету, перестаем быть собой и начинаем быть неким собой другим. Мы расщепляемся на две части за счет этого как раз отчуждаем идею красоты. Получается, человек, когда он расщепляется, видит себя как бы со стороны, для нашей целостности, для механизма нашего я, это невозможная позиция, поэтому мы ее всегда выбрасываем, переносим на штуку. Поэтому, естественно, человеку закономерно воспринимают, что, допустим, стол красивый, а не он испытывает процесс красоты при взаимодействии с этим столом, который ни разу и не красивый, и не красивый, он просто и вот то же самое, оно свойственно и как бы относительно духовных процессов человека, человеческой жизни. Это тоже важно понимать. На самом деле, видюшку, правда, советую посмотреть, может быть, там научный язык, я здесь вам как-то простым своим языком пытаюсь говорить, там это все-таки язык принятый, в иной дискуссивной практике, но она очень многое может дать и по отношению к вашему пути, по отношению к каждой отдельно взятой его точке. Со сном мы тоже, со сном, с событиями из нашей жизни, мы их не должны понять. То есть та же психоаналитическая практика, она не должна вас привести к некому пониманию. Некоторые думают, что вот человеку нужно разобраться с ним, сказать, вот тут мама, тут папа, тут вот ты не проработал тень, и вот он готов уже на выходе здоровый день. То он это с первого занятия, если психоаналитик это вываливал, но это вверх не психоаналитик Степан это вываливал. Но это в общем-то можно загуглить, что такое там анализ, да, и на ютубе посмотреть ролик, и вы это поймете. Но это нисколько не улучшит вашу ситуацию, а скорее усугубит ее. А что может улучшить, почему анализ улучшает? Потому что в анализе происходит как раз то самое расщепление, перероз, за счет которого индивид рефлексивно начинает не видеть себя, не понимать, а взаимодействовать сам с собой в определенных условиях. И в этом процессе, почему анализ неограниченное количество времени длится, может долго, может мало, никто не знает сколько он длится. Он длится, пока субъект в этих отношениях не перерастет в ту ситуацию, с которой он пришел в анализе. То же самое в духовной жизни человека, не хочу сказать, что есть строгие корреляты между душевной болезнью и нашим путем, но человек, пытающийся избавиться от душевной болезни, все-таки проходит свой путь, поэтому корреляты все-таки есть. Любой сон, любая ситуация ваша, мистическая или не очень, она также выстраивает с вами определенные отношения, и вам не нужно этот сон принимать, вам нужно войти в эти отношения, и пока эти отношения не перерастут вашу ситуацию, в них нужно пребывать. Очень часто нам один и тот же сон снится, очень часто похожие сны в разных вариантах. И знаете, на эту тему у меня есть одна мысль, очень интересная, я не знаю, как это работает, объяснить не могу, но работает не только у меня, но и у всех тех, кто в той или иной степени обращались ко мне за консультациями, советами. Если нам снится, что во сне мы видим еду, ее надо съесть, позарись. Если вы ее не съели, она либо через какое-то количество времени снова будет снится вам, либо может уйти, что плохо. Нужно просто научиться себя во сне хотя бы частично контролировать. Но ни для кого не секрет, что на самом деле, несмотря на то, что образы сновидений мало поддаются нашему контролю, на самом деле, наше я внутри сна все-таки частично управляемое. Потому что, собственно, то, что называется глубоким сном, проходит без сновидения. А когда мы видим сновидение, это фаза либо угасания сознания, перехода к глубокому сну, либо фаза выхода из него, которая никогда не включается по щелчку. Даже если вы встаете по будильнику, там сотых долей секунды будет достаточно, чтобы длинный сон успеляться. у меня такой есть пример в книжке как раз, когда я вижу себя во сне, очень красивая местность, я вижу, как звонят колокола, они складывают совершенно потрясающую звуковую симфонию, целый кольем, и я пытаюсь ей проникнуться, я пытаюсь как музыкант понять, как она выстроена, думаю, вот какая красивая музыка, может быть, что-то подобное написать, и я пребывал в этой колокольной симфонии, но по моим ощущениям несколько десятков минут, то есть это была прям симфония коррельонная, более того, я как музыкант, в общем-то, по пробуждению мог бы даже ее записать, такое дело, что не было бы подходящего инструмента, чтобы его исполнить, но пробудившись, я понял, что будильник звонит, причем мерзкий, мерзкий, просто рингтон, не то, что там звучали какие-то колокола, рингтонам звонит, на определенном моменте сна я просто понял, что звук не внутренний, а внешний, я постепенно открыл глаза, смотрю, будильник звонит, беру будильник, и там аккурат, ровная цифра, то есть там 9 утра, допустим, то есть ни одной минуты не прошло, вообще, более того, скорее всего, прошло там, может 5, может 10 секунд, причем, заметьте, я же пока глаза открывал, пока пришел с себя, дотянулся до смартфона, посмотрел на него, то есть прошло большое количество времени, и одной минуты даже не прошло, это говорит о том, что на самом деле вы можете увидеть длинный сон за тысячные доли секунды, потому что там время по-другому в голову. Но, я, в общем-то, не об этом говорил, а говорил я о том, что когда мы видим сон, мы частично себя можем контролировать, потому что наше я полностью не отмечен. И нужно научиться. Во всех прочих вещах лучше не вмешиваться в сон, нужно уметь отпускать, даже если сон страшный, но вот насчет одного, я уверен, если вы видите во сне еду, и эту еду вам предлагают, какой бы она была мерзкая, какой бы она не была, там, не знаю, с аллергиями на эту еду, ее нужно съесть. Понимаете, аллергия у вас во сне от этой еды не начнется. Аллергия вещь физиологическая. Но еду нужно инкорпорировать. И это, как правило, дает очень мощный прорыв вперед. Не в сновидческими обликами. То есть мы действительно вбираем с этим какой-то существенный опыт. Мы его переводим в новую стадию. То есть он переваривается, этот опыт. Как правило, у меня все вот эти моменты с поеданием, поглощением пищи были на рубеже крупных, значительных переходов. Из одного статуса уровня другой. Поэтому не скажу, что это абсолютно универсальная модель, я этого не знаю. Но попробуйте. Попробуйте, потому что все, кого я знаю, кому я это рассказывал, у них это работает. Действительно работает. Были большие прорывы. Некоторые, правда, с очень большим трудом к этому приходили. Это да. То есть научиться хотя бы частично контролировать себя во сне. Но все, кто поглощали во сне пищу, кто видел такой сон, это срабатывало абсолютно одинаково. Не знаю, опять же, как это должно быть. То есть казалось бы, ну, не может, да, какой-то вполне невинный жест на уровне сна настолько существенно оказывать воздействие на, в принципе, наше отношение с миром, но это все-таки происходит. Этот момент очень интересный. А так просто нужно стараться со сном вступить в одно пространство, в одно поле. Просто запишите его, попытайтесь его несколько раз воскресить в течение дня, во всех деталях. Особенно важно ваше ощущение во время сна. Очень многие вещи во сне, они на самом деле сложно фиксируется. Понимаете? Например, нам может показаться, что мы видим длинный сон, но по факту пробуждения мы помним этот весь сон, но он помещается в одну фразу, в одном предложении выражается. И это не годится. Записывая сон, старайтесь выразить его в... Записывайте ощущения. Записывайте на что это было похоже. Записывайте даже то, что вы не можете выразить. Допустим, там было странное пространство, вы не можете понять, почему оно было странное. Может быть, у вас было ощущение, допустим, что оно вьется. Может, это слово совершенно не подходит к понятию пространства. Напишите все равно. Работайте по свежим следам с ассоциативным рядом. Если вам кажется, что этот сон с кем-то связан, запишите. Это не значит, что он правда связан с этим человеком, но возникшая ассоциация должна быть. И еще один момент. Не старайтесь ваши сны превращать в рассказ, просто в ноготи. Мы так сны не видим. сон как правило клочковат. Сон это клочковатая неравность. Она может нами постфактум выстраиваться, она может казаться, что здесь переход, связка, но на самом деле во снах как правило никаких переходов связок нет. Это мгновенное перескакивание в смещенную позицию. И желательно, когда вы записываете сон, не только это сохранять, но можно даже помечать, где были эти смещения. я старался всегда именно так и записывать. Бывают иногда очень смешные причудливые формы сна, когда есть сонники базовые, мы погружаемся в образы, какие видим на кружке, там это оживает, есть две отдельных сценки, потом мы вновь помещаемся, что мы видим игрушку, продолжается здесь ситуация, по типу, как это делалось в готическом наррате, если вы почитаете старинные поэмы, ну, какую-нибудь песню о Невелунгах, то вы заметите, что там как, есть сюжетная линия, поехали к какому-то князю, там, графу собираться на войну, приехали, у него красивый щит, на щите нарисовано, вот то-то и то-то, вот этот-то нарисован, про него есть история, и значит, и вот тут рассказывается история, тут этот рыцарь поехал биться с драконом, поехал биться с драконом, но прежде чем поехать к дракону биться, решил заехать к священнику, святому человеку, а тот ему рассказывает, значит, «Видел я вчера сон», кто-то рассказывает сон, сон рассказывает «В сне был кубок, на кубке изображены сцены из Библии», и вот тут, значит, поднимается ноль и говорит, и, короче, тут следующая сцена, потом мы как-то плавно возвращаемся, или иногда не плавно, а тут же перескакиваем на момент, когда приехали к воротам, и щит видим, щит, а, точно, щит видим, вот, значит, щит красивый, приехали, пообщались, и вот это готический нарратив, он все время может разматываться с любой точки, неограниченное количество, и потом возвращаться либо в позицию предшествующую, либо в основного нарратива, да, там всегда нарративов много, и очень часто, что, смысленно, о готическом представлении, большая часть этих рассказов не получит завершения. То есть мы чуть-чуть поговорили, да, потом вспомнили, что у нас был основной сюжет, и про это уже забыли. Вот сон так строится. Вот это типичная структура сна. Я не могу сказать, что все сны одинаковые, да, но в общем, в целом, нарратив сна вот такого рода. Скорее всего, именно из-за сновического опыта и была подчеркнута, да, идея вот такого рода рассказов, просто, ну, некое условно, так скажем, наивное сознание, понятно, что наивное сознание не было даже у неандертальца, но некое условное наивное сознание, конечно же, было захвачено вещами, то есть это не то, что, как мы сейчас с вами живем в мире, где куча всяких вещей, куча всякой информации, для сибиревого человека, который видел только гниющий трупный навоз, да, любая вещь представляла из себя большую ценность, и за каждой вещью был закреплен рассказ. И, конечно же, когда человек двигался просто, даже физически двигался по пути, по дороге, каждая из таких вещей, она несла в себе повествование, которое могло также нести повествование. Поэтому это было описание во многом и реальной жизни этих людей. И вот нужно, когда вы взаимодействуете со снами, это сохранять. Потому что очень часто читаешь сны, как их записывают психологи, или как их пытаются изображать в кинематографе. Ай, ну, такие сны, я не скажу за всех, может, кто-то такие сны видит. Но как-то они на сны не похожи. Ни в моей личной практике, ни в практике тех, кто со мной общался, ничего похожего на вот эти представления о снах мы не видели. Конечно, когда речь идет о серьезных писателях, они, как правило, сны все-таки более похожи на сон, на настоящие. Но писатель, он же и правду, и ложь сразу говорит. Он как Аханмарк. И он все равно подчиняет все эстетическим задачам. А эстетическая задача какая? Чтобы не прерывался рассказ, чтобы не прерывалось повествование. А сон-то, он же может быть зловредный. Сон может вас пинать, чтобы вы обратили на него внимание. Он может вас раздражать, уводить из себя. Может быть слишком коротким, чтобы вы задумались вообще, почему он обрывался. Что вам хотелось этим сказать. Он может повторяться. Он может внести в себе какие-то смыслы. Причем любопытно, что некоторые смыслы, по сути, именно смысловой составляющей, вообще лишены. И при этом абсолютно уникальны. Например, у меня был сон очень-очень давно, где я вхожу в некую палату больничную. Там лежат люди. И эти все люди из этих масок дышащие еле-еле. Я спрашиваю, что с ними, вообще что случилось. И мне говорят, что они все больны короны. Ну, я тогда, естественно, вообще в принципе не мог понять. Я себе записал, у меня в дневнике помечено, что корона, в скобочках, может быть мания вылечена. Этот сон был ни о чем. Он не мог ни о чем предупредить. Он не мог ни о чем меня проинформировать, если он там был в 15-м или 16-м году. То есть ценность его была ровно нулю. Но когда начались вот эти ковид-ситуации, то есть совершенно очевидно, какие события я видел. Буквально их видел. Но можно ли сказать, что это было для чего-то? Да нет, не для чего. Помогло оно мне как-то? Нет. Мог ли я кого-то предупредить? Нет, не мог, естественно. Потому что пока оно не случилось, я даже его никаким образом не смог бы идентифицировать. И тем не менее, вот такие осколки, они происходят. И им тоже нужно верить. Понимаете? Когда работаешь со снами, когда работаешь серьезно с анализом своего внутреннего мира, нельзя допускать, что есть что-то невозможное. То есть не нужно думать, что если этого не может быть, да, потому что не может быть никогда. Это неправильная позиция. Мы на самом деле очень многого не знаем в нашем мире. И несмотря на то, что я всегда советовал всем, кто занимается оккультом, очень хорошо, серьезно посвятить себя научной базе. То есть без нее, ну, прохнет крыша, просто. Я всегда стоял на позиции ультраматериалистической. Но это не значит, что я не верю в сверхъестественное. Но сверхъестественное в этом есть смысл. Также в метод измечения. Оно это, надстройка над физикой. Если вы попытаетесь контейнировать сверхъестественное за счет разбудой грани оккульта, то вы не уйдете никуда. Это вам готовый рецепт от памяти луна. Если человек все-таки получает хорошую научную базу, это помогает, прежде всего, отмежевать физику, отмежевать реальный какой-то совершенно уникальный прорыв от просто того, что вы пытаетесь подтасовать. Первая позиция, вы просто фильтруете. Может ли это быть совпадением, ошибкой, да? Вы просто сами приписали эти смыслы. И когда вы отсеете все научное, и у вас остается нечто, что все равно не сходится от слова «никак», это выбрасывать нельзя. Ни в коем случае. И нужно быть готовым, что вы не сможете дать ответы на этот вопрос, на эти вопросы никогда. Почему это произошло? Нужно просто принимать эту поведательность, принимать, как вам. Расскажу вам еще одну историю, которая меня в свое время тоже потрясла. Но потом таких синдромий было очень много, но просто первая из них была любопытная. Даже две расскажу. Первая из них была, когда мне снится московская подземка. Я еду в поиске, начинался резко дым, заговорение. Дыма становится больше, больше дым очень редкий, дым густой. Он поглощает объекты вокруг. И я чувствую, что я задыхаюсь. Я бью рукой по этому стеклу, я пытаюсь вызвать помощь. И в момент, когда я, вероятно, потерял сознание во сне, я в этот момент проснулся. Ну, вы знаете, так, что во сне нельзя умеять. Во сне, в этот момент, в момент вашей, ну, естественно, альтерена вашей смерти, когда умирает ваша альтерена славическая, вы либо просыпаетесь, либо перемещаетесь в другую точку. Либо вы видите, вот, вы лежите мертвые, на себя смотрите, либо вы проснете. Ну, вот, там потеря сознания во сне равнозначна пробуждению, я проснулся. У меня этот сон напряг сильно. Я начал думать, что он может значить. И полез, когда смотреть, традиционно с утра я смотрю во сне, смотрю. И оказалось, что как раз то самое время, когда я видел это задымление, было то самое знаменитое задымление метро, когда было очень много пострадавших, жертв, насколько я помню, в итоге не было, но людей отвезли на скорой прилично это количество. То есть, действительно, была такая ситуация, и она была именно в то же самое время. То есть, сказать, что я бы смог кого-то предупредить, да как, я же ее переживал, фактически огромный момент, кстати. И меня тогда этот опыт удивил. Понимаете, объяснить его я не мог. Потому что это не то, что уже находилось в культурном пространстве, оно буквально реализовывалось в ультране. А потом меня настиг еще более впечатляющий опыт. Опыт, уже связанный с близкими родственниками, но опыт, так скажем, в еще большей степени точечный. Здесь, ну, мало ли, может, на самом деле в московской подземке ЧП случается не так уж редко. Ну, будем честны. А во-вторых, ну, в общем-то, вполне возможно, что я видел проблемы какие-то в московском метро во снах. И не только в этот раз. Просто в этот раз одно с другим совпало. И это совпадение мне так сильно запомнилось. Можно всегда открутиться подобной мыслью. Но для меня всегда во снах паук, паук, паук паука, был синонимом физического отравления. И интерес заключается в следующем. Всегда я, когда я видел во сне паука, я наутро просыпался и ощущал, что у меня есть либо физическое, признаки физического отравления, химического проститива, либо такого обычного продуктового. Особенно, когда много гастролируешь, ты же не будешь чек, квиток спрашивать у того, кто тебя будет. Правильно? И можно частенько напороться на такую напастину. И, в общем, для меня это уже был такой, и не уверен, что он универсальный знак, полно возможно, что другие люди видят паука по другой причине, но я его видел всегда, стабильно, и от размера этого паука зависела степень отравления. Все как по нотам. И вот один раз мы поехали с моей супругой и моими родителями отдыхать, и я просыпаюсь. Во сне мне снился огромный здоровенный паучара всю ночь. И я уже, когда приоткрывал глаза, я начал перебирать. А чем же я мог таким траволюбиться? Вроде бы все хорошее было. Может быть, просто, ну, может, в гостинице чем-то там травили. Может, что-то, пока я спал, зашло туда. Я пошевелил, что называется, руками, ногами, ощущение отличное. То есть я бодрый, полон сил, не могу понять, к чему был паук. Паук наличествует, отравление нет. И тут, я уж не помню, то ли я звонил родителям, то ли они мне, но смысл в том, что возникает диалог, и я разговариваю с матерью, понимаю, что она в устерике, и она мне сообщает, что мой отец как раз где-то там полчасика назад, как раз когда я видел этого паука, перепутал бутылочку с питьевой водой с бутылочкой с жидкостью дрожжи, которая немало чем отличается. Сильное, очень химическое отравление. Слава Богу, все разрешилось удачно, быстро попали в скорую, там все промыли, никаких особых осложнений не было. Но, понимаете, в данном случае оказалось, что паук, понимаете, можно объяснить физиологически паука. То есть вы же, ваше тело-то чувствует, когда оно отравилось. Значит, во сне вы можете увидеть некую визитную карточку отравления. Тут с точки зрения бихевиоризма, что называется, одна сплошная радость. А вот как я мог увидеть паука в тот момент, когда мой отец отравился? Вот тут с точки зрения бихевиоризма сплошная зрада, как говорят ночи. Здесь объяснить нельзя. И непонятно, что происходит. И вот таким вещам, понимаете, не нужно из них выстраивать какую-то модель. Скорее всего, мы не сможем их объяснить. Но не нужно их сбрасывать со счетом. Это колоссальный опыт, трансгрессивный опыт, который перебрасывает вас резко в порядке. Который дает вам возможность просто приобщиться. Вы прикоснулись к чему-то, что не может получить объяснение. И не нужно давать этому липовое, какое-то ложное объяснение. Нужно оставить этот опыт как-то новое. Нужно сохранить его. И, наверное, под конец, я рассчитывая, что мы как раз где-то на два часа поговорим, я хотел бы еще об одной вещи сказать. Собственно, о выстраивании пути, как-то коллег. Представьте себе просто вот такую метафору, некий буквальный пример. Вы находитесь, ну вот где-то. Допустим, я сейчас сижу на этом кресле. Но я не просто здесь сижу на этом кресле, я на определенном жизненном этапе сижу на этом кресле. А теперь представим себе, что я не знаю, куда мне с этого кресла двигаться. Я не знаю, какая моя задача, какая моя цель. И я волевым жестом выбираю себе цель. Вот в этом направлении я двигаться. И заметьте, весь мой предшествующий опыт, включая мою текущую позицию, выстраивается в определенный маршрут к этой точке. Что-то из моего предшествующего опыта будет способствовать передвижению, что-то мешать, что-то было ошибкой, когда я выбрал цель, что-то помощь. А теперь назад отмотаем и вернемся. Вот я сижу по-прежнему, не выбрал вот эту цель. Выбрал я цель, думаю, нет, надо двигаться вот сюда. И снова все устраивается в кут. Только то, что туда оказалось помощью из прошлого, теперь оказывается на периферии, более не нужно. А наоборот, что-то, что вот в эту точку нас не вело, к этой-то точке аккуратно нас приближает. То есть на самом деле в каждую точку бифуркации, в каждую точку, когда вы находитесь у, там, Аллатырь камня или у Межевого камня, где-то направо пойдешь, да, там, ни хрена не найдешь, да, на левого пойдешь, хрена сам тебя найдет. Вот, пришли к камню и выбираете, выбрали путь, и весь предшествующий путь организуется в тетюру, натянутую именно в эту структуру. Получается, на самом деле наш путь – это, по большому счету, вот эта точка, которая в данный момент в качестве ориентира выбирается нами. А все остальное, вот эти сферот, там, сиферотики, сиферотики, и же с ними – это просто неживые камни, да, точки, где мы получили некий важный опыт, который для нас маркирует определенную часть нашей жизни. И, наверное, если человек в итоге все это осмыслит и попытается применить к себе, во-первых, у него появляются крылья за спиной, он понимает, что на самом деле ошибиться нельзя, он не экзамен сдает, да, он может, как бы, больше денег заработать, меньше денег, да, больше получить, простите, дюлли, или меньше их на жизни, по жизни. Но он не может больше или меньше опыта получить. Опыт он получит в равном объеме. Другое дело может быть однородного опыта, другой какой-то разношерстного опыта. Но, опять же, может быть разношерстный опыт, но поверхностный, да, может быть однородный опыт, но очень глубоко перешит. Поэтому в итоге оно все равно выльется в определенную дорогу. Поэтому человек просто должен осознавать, что, во-первых, нашего времени отмеренного у нас не так много, поэтому лучше делить свой день, ну, по крайней мере, на четыре части, как я советую. Это мне очень помогло в свое время, прям ультрамогло. Это лучше, чем дневной сон, который пополам, да, сечет день. А здесь на четыре части. И в каждую из этих частей вы должны получить какой-то маркирующий эту часть опыта. Каждую из этих частей. И вот тогда вы поймете, насколько быстро вырежете. Во-вторых, конечно же, человек должен доверять тем непонятным явлениям, которые вокруг нас происходят. Не скажу, что их нет, несмотря на то, что я просто обычно люблю стоять на научной точке зрения, но я не могу отрицать, что их нет. Но нельзя их придумывать. Понимаете? Самая, наверное, большая ерунда, когда человек вместо опыта получает суррогат. Это та самая хайдеггеровская доскоминая уже просто бытия несущая. Сущая, чушь несущая. И вот эти две вещи, сущая и бытие, понимаете, бывает опыта суррогатный опыт. И человек, который хочет во что бы то ни стало схватить сам опыт, чаще всего, в общем-то, его удалил. Получает опыт суррогатный. А человек должен отпустить. Человек должен просто принять. Мы должны скорее фиксировать, что с нами происходит, чем пытаться во что бы то ни стало. А вот мне это надо. Потому что, как сказал один умный человек, тот, кто хочет все и сразу, тот получает ничего и помолеет. И вот мы это, наверное, так же взрываем. Вот мы и завершим. Если у кого-то есть ко мне какие-то вопросы, так как у нас все-таки беседа, у нас не лекция, хотя и был длинный монолог, тем не менее, если у кого-то есть какие-то вопросы, либо потому, что я говорю, либо потому, что вас особенно волнует. Я могу высказать свою точку зрения. Это, опять же, будет не ответ, да, а просто моя точка зрения на какую-то озвученную вам идею. Я хотел. Спасибо. А вот у меня, знаешь, эта мысль пришла в голову, когда ты упомянул Умберта Яка. Ведь... Ну вот я в твоей интерпретации подумал о том, что ведь маятник Шуко получается, это какая-то такая очень клепотическая история, что, которая начинается с разговоров каких-то интеллектуалов о загадках туфлиеров, окончается вульгарными убийствами. Причем, и причем совершенно какими-то абсолютно идиостными, там, ладно бы они их просто поубивали. Ну да, наняли киллию, там, да, по классике. Ну, действительно, ну нет, это будет ощущение, ну и хорошо. Ладно бы они их действительно поубивали во имя тулического всевластия. Ну, их можно было бы понять, потому что ради власти над миром, ну, там, люди ради обычной власти ужасные вещи делают. Но они же их поубивали даже не ради своих иллюзий, а просто ради суррогата. И ведь сам Эко, он такой, ну, абсолютно клепатический человек. Какой на стиле? Да, ну и что может, что это вот такое... Ну, есть еще более страшная штука, пражское кладбище. Да, да, да. Ну, да, да, я имею в виду, что это вот с точки зрения того, что ты говорил, его книги, получается, это такое оправдание того, что он видел в мире, вот в этих... что он видел в мире только клепатические вещи. Ну, в какой-то степени, да, и по большому счету его путь так движется, как писатель. От относительно свободной, вариативной имени Розы, да, до вот пражского кладбища. В сторону более, чем клепатическую. И в сторону клепатическую не только потому, что там уже чернуха откровенная, да, пошла, а просто в сторону еще и самокопирования бесконечного, самовоспроизведения. Как раковая клетка, да, которая начинает делиться, 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 и, в общем, потом все это уже занимает. Вот, да, то есть, эта категора такая очень скрестичная. С другой стороны, она и к фигуру ничем нравится, то есть, его можно показывать, как просто блистательный некий антипример, и в этом смысле он работает, как тот самый дом в Северославского вокзала. То есть, мы видим большую пользу того, как не надо подходить. Ну, я бы сказал, что он вообще проюхнул маятник Фуко. Полезно посоветовать почитать человеку, как диагностическую книгу, потому что он набит как аллегориями, так и фактами, и очень полезно, с этой точки зрения, спросить, что человек видит в этой книге. Это много говорят о них. Ну, просто бессмысленно спрашивать человека, что он видит, не знаю, ну, условно говоря, в священном писании. Потому что он-то не услышит никаких оригинальных интерпретаций, скорее всего. Ну, да. За редким исключением. А вот маятник Фуко он довольно забавно проявляет, поскольку массив этих фактов огромен, то он забавно высвечивает, что именно человек не видит. И причем там же, получается, ключевые, так сказать, мифологемы обыденного сознания. Ключевые мифологемы обыденного сознания и ключевые мифологемы вообще даже с точки зрения имен. Потому что, когда я в первый раз 14 лет прочитал, мне, разумеется, имя Козабон ничего не сказал. Я такой, ну, Козабон и Козабон, подумаешь. Вот. А потом я, конечно, еще посмеял. И, как бы, да, эта книга интересна тем, что, по большому счету, она является зеркалом. То есть она является зеркалом, калькой личного древа жизни человека, которая вот от этого КТР именирует в Мальхут. И вот, в общем-то, уже понятно, куда эта, в общем-то, речка впадает. И куда она с большой долей вероятности как-то таки и придет. Да, это очень интересная штука. И прошу обратить внимание, что сам по себе пример, даже такой пример, как в случае с ЭКО, то есть человек, по большому счету, в конце жизни сильно подпортил свою же творческую биографию. Но это ни в коем образом не должно сказаться на нашей оценке. То есть это его Путин. Вот он такой-то. Вот он, он такой. И тем не менее, этот сам по себе Путин тоже уникален. И он очень многому чему может достанчить. Очень много. Нет, конечно, конечно. Все-таки имеет смысл с этой точки зрения изучать Путин и достатки масштабных личностей. Что толку там. Кстати, вот про начало, то, что ты упомянул, у меня такое возникло соображение, что на самом деле ведь вообще же большой вопрос, насколько того же Алистер интересовал социальный аспект в классическом смысле. Ну да. Да. Возможно, ну, в свою очередь, потому что мы о нем знаем, издеваться над людьми ему нравилось гораздо другое. Да больше. спускать скорее в социальное благосостояние. но он знал, но он знал, что это отличная идея. А для кого-то это не имело бы ценности. Да, вот, кстати, вот этот мастер класс троллинга, который он давал всем окружающим, он же имел ценность, только для него кто-то другой бы сказал, что, господи, на что он тратит свою жизнь? На то, чтобы каким-то болванам доказывать, что он умнее, чем эти болваны. Да? По большому счету сейчас Граули, очевидно, бы сидел в сети, не вылезая оттуда и очень зло ругался в чатах. Ну да, объяснял бы в интернете, что все им не правы. И интересно, просто сейчас пришла мысль в голову по поводу того, как раз того, что мы называем великие фигуры, на то, что мы их якобы ориентируемся, и фигуры невеликие. По большому счету, путь любого человека представляет для нас как некий, некая модель опыта равную значимость. Просто навряд ли вы получите столь же деталированный текст, какой вы имеете от писателя, допустим, о жизни какого-нибудь бомжа. То есть, если бы вы получили текст уровня Фуко, биографию какого-нибудь там забурдышки, то вы вполне возможно могли бы использовать этот текст для своего духовного опыта, для, так сказать, сравнения, сопоставления с собой и делать выводы уже, насколько этот путь близок или далек относительно вашего дела. Вот и все. Другое дело, что, как правило, мы имеем именно тексты, тексты писательские, либо, если это биотексты, это биографии так называемых великих людей. Жизы. Да? Жизнь замечательная. Других текстов мы просто не имеем. Но люди, которые идут там в целях определенных психологических экспериментов, либо которые становятся волонтерами, они вам могут рассказать очень много интересного о жизни людей, которые в ЖЗЛ никогда не попадут. И это тоже является интересным. Поэтому сравнивать свою жизнь в смысле лучше хуже, это дело, в общем-то, последнее. А сравнивать свою жизнь в смысле именно сопоставление. То есть, когда вы читаете чужой опыт, нужно понимать, что рефлексия этого опыта, это ваш опыт. Это очень полезно. Да. Ну, кстати, по поводу запретных деликов, чтобы не было заговорил, мне я задумывался вот на чем, что на самом деле возможно описать детально путь человека от его начала и до, так сказать, последней степени просветления. Просто это будет ровно тот путь, который ты никогда не сможешь воспользовать. Ну, как бы да. то есть, чем более, на самом деле, подробно он написал, чем более что-то подробно известно, тем больше, тем больше, вот эта большая детализация означает именно то, что воспроизведение этого совершенно точно невозможно. Кстати, это искусство, это, условно говоря, эффект какого-нибудь Рамштайн. Когда они создали свой стиль и очень сильно прославились, разумеется, очень много желающих прославиться, их в прямом смысле это слово воспринимали как удачное портение. Ну, это еще, понятно. Про тысячу других могут сказать то же самое. Идея вот эта детализация, на самом деле, она пересекается с одним пассажем из Гесса, из Степного Волка, где он говорил о том, что самый лучший Моцарт, это тот, который доносится из испорченного радиоприемника. То есть, когда нету вот этой полной детализации, когда мы включаемся в этот процесс и мы достраиваем себя, мы буквально творим себя, слушая этого концерта. Мы не пытаемся точно застенографировать, а что происходило на том концерте, когда это исполнялось вот этими музыкантами. Мы, по сути, творим свой слушай. ну, да. Навряд ли Герман Гест действительно наслаждался слушанием Моцарта из испорченного радиоприемника, но сама по себе метафора очень емкая. да. Один из ваших советов я интерпретировал как, прежде чем обратить внимание на метафизику, загрузить их физику обычно. Ну, конечно, было сказано немного по-другому, да. Чуть подробнее можно что имелось в виду? Чуть подробнее. Я считаю, что у человека должно быть хороший аппарат, инструментарий, под инструментарием я подразумеваю методологию, вот, аналитическую методологию относительно тех процессов, которые нас окружают. Хорошее знание природы восприятия человека, как такового, хороших научных школ, там, из ныне живущих там, кого-нибудь, школа итальянская, Джако Мори Цалатти, да, с компанией, школа англоговорящая, там, Дэниела Деннета и компания, школа немецкая, Томаса Метсенгера и компания, чтобы человек точно представлял, как вещи пограничные, которые можно счесть запутные, могут быть объяснены с точки зрения современных наук о человеке. Если человек этого не знает, он будет приписывать очень много мистического тому, в чем мистики, в общем-то, ровно ноль. Не будем забывать, что метафизика это то, что идет через физику. мета это не только над, это еще и через. Ну, а если, в общем-то, физики там у человека физической базы нет, то о метафизике там говорить не придется, и просто не через что будет идти метафизику. то же самое стоит сказать и о мире внешнем. Я вот сейчас, например, активно изучаю биологию, микробиологию, в принципе биологию, потому что оказалось, что у меня там достаточно много лопунь пробелов. И я хочу очень точно осознавать, как строятся биологические существа, как они функционируют от простейших до наших непосредственных родственников лески, до бонобо и прочих развитых габинитов. И вот это важно, потому что, понимаете, очень легко пойти по пути аркана верховная жрица, когда вот откровение и вот куда-то уже мозг улетел у человека. И очень легко с верховной жрицы перейти в другой аркан, клипатический. Называется Гаргофиас. И это уже когда... То есть верховная жрица это эзотерика. Окульт. Вот чем она, в общем-то, является. А вот Гаргофиас это уже шизотерика. Следующее состояние. Эзотерика. Посмотрите на того же Кроули. Это человек с колоссальным образованием для своей эпохи. Человек, который был в курсе современной ему науки. И очень хорошо был в курсе. Особенно, когда на первых порах. То есть, может, в конце жизни он уже меньше интересовался какими-то новыми веями. Но в 90-е годы, в начале 20-го века он очень четко знал, что, где, как происходит. И это как раз позволило ему быть эзотериком. Понимаете, а не шизотериком. И если человек просто думает, что получает некие откровения, он не может их контейнировать. Как вы помните из каббалистической мифологии, когда нечто не может контейнировать сосуд, когда нечто не может выдержать сосуд энергию незла, идущую от богов, то происходит шеверадхакелин, разбиение сосудов. И все разлетается в древески. И поэтому, мне кажется, очень важно человеку, который увлекается оккультом, очень много читать как раз атеистической литературы и никогда не сбрасывать ее со счетов. Мы в прямом смысле слова живем с вами в двух мирах. И в переносном смысле этого слова. И в 90% того, что мы воспринимаем в сечом, мы живем в мире, который движется по законам физики. А вот к краям глаза то, что мы видим внутри или здесь, снаружи, где-то сбоку, оно движется по другим законам. И нужно уметь одно от другого отфильтровать. Иначе нам просто... Мы перейдем... Если мы будем культивировать в себе видение того, что в кавычках мы назовем оккультным, мы не придем к метафизике. Мы придем к паранойи или шизоглинии. С вытекающими оттуда галлюцинаторными процессами. И от этого помогает, говорят, галлапиридон. Но не очень. Тоже каждые четыре часа? Да, то есть его частенько надо. Иначе просто тоже не процессы. Еще чаще надо. То есть если нам нужно на шесть часов отдевать, то здесь нужно еще чаще. Значит, все-таки сила мысли сильнее, чем сила галлапиридон. Кстати, вот мы тут с коллегами обсуждали вопросы, связанные с парагермальностью. Это очень интересный момент. Дело в том, что в рамках современной чисто научной картины мира, абсолютно алгоистической, вещи, которые большинство людей сочнут совершенно чудесными, они полностью объясняются. То есть, например, для современной абсолютно научной картины мира в чудесном исцелении нет ничего не научного. Ну да, у тебя активация клеточной дегенерации. Ну, события не очень часто, но случающиеся. И запускающиеся, как правило, некими шоковыми событиями. То есть, если человек пришел просто там нищий, и он пришел, он видит короля перед собой, короля Франции. Да, у него руки накладывали. Ну, тут уже либо от остановки сердца умереть, либо поправиться. Да, если, допустим, это отрастание утраченных конечностей, ну, это посложнее будет объяснить, но это не повод, тем не менее, будет отвергать современную медицину и биологию. Просто будет дополнение о том, что вот в некоторых случаях те регенерационные процессы, которые свойственны обычно тритону, активируются у людей. То есть, да, пока таких случаев не зафиксировано. Да, но ничего невозможного в этом нет. В конце концов, как мы все знаем, с точки зрения, чем отличаются на самом деле научные формулировки от обыденных. Если обыденная формулировка говорит нам, что в окрестностях Москвы не водится слонов, то слово-научная формулировка говорит нам, что пока в окрестностях Москвы слоны не обновлются. Ну, и согласитесь, для атеистической картины мира, если вы увидите слона, но в этом не будет еще странно. Значит, теперь и водится. Ну, сбежал откуда-то слон, например, и кто-то слонов разводит. Например, струсивых ферм в Москве довольно много. Илья, развивая эту мысль, я бы тоже хотел кое-чем поделиться из, так сказать, благоприобретенного. Как говорят врачи, бывают болезни, благоприобретен, потому что не знаю, какое в них благо. Но, так и вот, феномен, допустим, оборотня. Феномен оборотня можно, конечно, сказать, что с точки зрения науки объяснений этому не будет никакого. Но, давайте не будем смотреть на существа, такие крупные, как мы с вами, а посмотрим на микро них. Есть вот, допустим, амеба. Обычная амеба, никому никакого вреда не приносящая, просто плавно там хавающая что-то, в чем плавает. Вот, тот самый первичный бульон, из которого некогда что-то сварили. Ну вот, и вы случайно выпиваете водичку, в которой была эта самая амеба. Она у вас в кишечнике осталась, она не поразит, она вас трогать не будет, она просто будет делиться. Ничего особенного она у вас не отхавает, у вас там и так много, столько всего живет, что вам от этой амебы ни жарко, ни холодно. Но, происходит некий эксцесс. Допустим, у вас поднимается резкая температура, очень резкая и очень высокая. У этой амебы она пропадает в такую ситуацию, на которой она не заточена. И происходит то, что с точки зрения обыденного сознания невозможно. Происходит эволюция этой амебы вообще в другое существо за секунду. Была обычная амеба, на выходе десентерина. То есть она становится другим существом, которое паразитирует и очень даже. И у вас все, простите за слово, вытекающие. Но, если вы не будете употреблять антибиотики и не избавитесь от этого уже вурдалака, который у вас там завелся, то она вас хорошо будет отхамывать, она вас будет есть. Оборотень – оборотень. Существо было одно, стало другое. Один вид – другой вид. Между ними нету корреляции. Это разные существа. Но одно может превратиться в другое очень быстро из-за экстремальных условий, которые создаются для этого существа. Вот и все. То есть если наука обнаружит вдруг человека, который по необъяснимой причине резко стал похож на волка, то она проведет аналогию, что произошло нечто похожее, что до этого наблюдалось на уровне одноклеточных существ. Веронизм даже известен – это экспрессия генов, в которых активируются те цепочки, которые в норме не активируются. Проблема в том, что изучать ее довольно сложно. Ввиду редкости. Ну что, завершаем тогда. Окей, спасибо за внимание. Всего вас. Спасибо. 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 Спасибо.